День с толком День с толком В одном ряду с горячей линией и страничкой директора информация о женщинах с низкой социальной ответственностью. На сайте Алтайского государственного колледжа в разделе основного меню появились ссылки на женщин легкого поведения. Это уже вызвало бурное обсуждение в интернете. По поводу чего вы звоните? По поводу того, что у вас размещена информация, ссылка на проституток. Оба, на. Кошмар. Оказалось, что не так давно у колледжа появился новый сайт, а этот, подвергшийся взлому, уже не имеет никакого отношения к учреждению. Хотя он и высвечивается первым в поисковой системе. В колледже написали заявление в прокуратуру с просьбой закрыть сайт. Кстати, накануне подобная шутка интернет-преступников вызвала скандал и в Британии. На сайте Букингемского дворца нашли видео эротического характера. Экс-начальник службы спецтранспорта Барнаульского аэропорта признан виновным в обрушении трапа. Этот инцидент произошел год назад. Суд установил, что именно он, Владимир Калюжный, выпустил в эксплуатацию технически неисправный трап. После ЧП на нем обнаружили коррозию металла. Из-за чего трап не выдержал шестерых человек, и люди упали с трехметровой высоты. Они получили ушибы и переломы. Одному был причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил Калюжному полгода ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности в течение двух лет. Барнаульская пенсионерка судится с застройщиком из-за травмы и ищет свидетелей происшествия. Почти год назад она упала рядом с недостроенным зданием и сломала руку. ЧП произошло в апреле 2019 года. Возле долгостроя на Ленина 122Б. Галине диагностировали перелом руки. На больничном она провела полтора месяца, поэтому ее уволили с работы. А устроиться на другую не смогла из-за травмы. Сейчас судится застройщиком, которому и принадлежит здание. Но он не считает себя виноватым. Категорически против, мне не это самое. А почему? Вообще мне задал такой вопрос. Ленина Фанасьевна, а точно вы там травму представляете? Это какой-то детский лепетчик. Когда они увидели, что там действительно эти бруски лежат, тогда судья начала вопросы задавать ему. Он тогда начал отговариваться, что это уже не наша территория, это считается как газон и все прочее. Она говорит, ну ваше же ограждение. И теперь суд требует предоставить медэкспертизу для подтверждения нетрудоспособности. Но для этого нужно 25 тысяч рублей, а это много для пенсионерки. Кроме того, судья просит найти свидетелей происшествия. Тогда, по словам Галины, ей помогли подняться мужчина и женщина. Но из-за шока она не запомнила их примет. Если вы узнали Галину, просим позвонить к нам в редакцию. Напоминаем, что фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили. Жизнь продолжается». Жители Алтайского края создают семейную видеолетопись о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Первые работы стали поступать буквально через день после старта проекта. География участников конкурса обширна. Пришли работы от жителей Бийска, Барнаула, Заринска, Рубцовска, Троицкого, Солонешевского, Хабарского и Залесовского районов. Самую большую активность проявляет Наукоград. Не сдерживая слез, восьмиклассница Алина Лемкова рассказывает о своих прадедах-ветеранах. «Воевал мой прадед, брат моей прабабушки и его сын. Его сын скончался в первые два месяца». Прадед Алины Федор Усульцев прошел всю войну. Победу встретил в Берлине. Вернувшись на родину, он работал крановщиком в строительном управлении. В Бийске возводил первые крупнопанельные дома. Он был лучшим по профессии. Его называли «поднебесный ас». «Моя прабабушка как раз жила в этом доме, который строил прадед». Алина легко разобралась с семейным архивом. Оцифровала документы, написала сценарий. Сложнее всего было уложить историю десятилетий в трехминутное видео. Ролик Алины уже посмотрели одноклассники. Возможно, что ее опыт вдохновит ребят на создание своих роликов. Ведь у каждого в семье есть свои герои. После просмотра моего ролика многие заинтересовались в том, чтобы узнать историю своих предков. Ролики создаются с помощью родителей на основе семейных воспоминаний и документов, а также информации, которую можно найти в интернете. Эта работа сближает разные поколения и соответствует идее конкурса, которая заключается в том, чтобы дети создавали историю страны через историю своих семей. Сейчас пытаются переписать историю. Вы посмотрите, дети, общаясь в интернете, вдруг узнают такого, что не придумаешь даже. И очень важно, чтобы сегодня они осознали, что именно нашим предкам мы обязаны этой великой победой, этой жизнью, которая нам дарована. Конкурс проходит при поддержке губернатора Виктора Томенко. Авторов лучших материалов отметят ценными призами. А победитель встретит День Великой Победы в Москве. Работы принимают до 15 марта. В семейных архивах вы наверняка найдете фото и видеозаписи, которые помогут представить их жизнь в мирное время. Как они жили, о чем думали, что завещали. Расскажите о том, что помните. Отправить заявку и ознакомиться с положением можно на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Организаторы просят участников придерживаться условий конкурса. Продолжительность роликов не более трех минут. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Теперь к новостям спортивным. Кто быстрее, выше, сильнее, выясняли алтайские предприниматели. В Белокурихе прошла первая зимняя спартакиада среди бизнесменов и представителей организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. В спорте и бизнесе много общего, уверены бизнесмены и чиновники. Это одновременно соревнования и сотрудничество. Десятки команд, ведущих компаний региона, встретились на Мишиной горе, чтобы помериться силами в мастерстве владения горными лыжами, в биатлоне, в футболе на снегу и другим видам спорта. Собрались они вместе благодаря усилиям объединения предпринимателей «Опора России», самим представителям бизнес-сообщества, усилиям автономной некоммерческой организации на спорте и при поддержке фонда развития малого и среднего предпринимательства. Мы рады, что нам удалось принять участие в проведении этого мероприятия. Это был действительно праздник спорта, и мы верим в то, что это станет доброй традицией в нашем Алтайском крае, и количество участников будет только увеличиваться. В Краевом управлении по развитию предпринимательства заверили, подобные акции и, правда, будут продолжаться. В ближайшее время пройдут новые спортивные состязания, а также форумы и деловые игры. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком. Восемь медалей из чемпионата мира по зимнему плаванию в Словении привез алтайский морж Олег Чекушкин. Он взял четыре бронзы, три серебра и золото в стометровке вольным стилем, установив, кстати, новый рекорд – минута 20 и 20 сотых, улучшив свой же результат на одну миллисекунду. Это несмотря на то, что в чемпионате принимали участие 1200 спортсменов. Алтай представляли пятеро, в большинстве из 13 дистанций моржи выступали в личном зачете и, кроме медалей, получили баллы. За ними Олег Чекушкин сейчас и гонится. Говорит, баллы нужны для пока не покоренного титула. В конце года было подведение итогов. Абсолютным чемпионом стал Криштофер Вандрич, Германия. Я ему понравился вот и очка. Я был второй в мире по этапам Кубка мира. Хотя мог и побороться, и выиграть, но немножко не получилось. Вот единственный титул, который мне остался, завоевать – это стать абсолютным чемпионом мира по зимнему плаванию. А остальные титулы у меня есть. Кстати, зимним плаванием он занимается всего пять лет, но уже объездил десяток стран. Минимум раз в месяц у него соревнования. Среди крупных и победных назвался сезание на проливе Лаперуза, Красноярском водохранилище, Амурском заливе. Возьмет ли он титул абсолютного чемпиона мира по зимнему плаванию в этом году, станет известно в конце марта. А на этом у меня все через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.